Матч смерти. Роковой футбольный матч между советскими и немецкими спортсменами во время Второй мировой войны, показавший мужество и самоотверженность советских людей, не согласившихся проиграть немцам перед угрозой смерти. Много кто с детства слышал об этой истории, и есть еще достаточное количество людей, которые до сих пор не задумываясь верят в советские мифы, в частности в то, что с матчем смерти все так и было на самом деле. И в этом нет ничего удивительного, ведь на примере этого мифа можно увидеть, как четко и слаженно работала тогдашняя советская пропагандистская машина. Сначала за дело брались журналисты и писатели, а затем подключался государственный аппарат. В результате выходила такая легенда, которую принимала за чистую монету вся страна. Давайте разберемся, что в этой истории правда, а что откровенная пропагандистская ложь. Учитывая, что расстрел некоторых футболистов действительно имел место. Но был ли он связан с так называемым матчем смерти? Примечательно, что правда в этой истории не менее интересна, чем сам вымысел. Впрочем, судите сами. Суть легенды о матче смерти сводилась к следующему. Футбольная команда киевского «Динамо» из-за окружения Киева не успела эвакуироваться. Скучая по футболу, они стали тренироваться на какой-то забытой богом и людьми площадке. Об этом сразу же узнали местные мальчишки и жители, а потом дело дошло и до германских властей. Они вызвали футболистов и предложили встречу со сборной вооруженных сил Германии Люфтваффе. Динамовцы попросили время на размышления. Одни были против, считая, что играть с фашистами в футбол – позор и предательство. Другие возражали. Напротив, мы их победим и опозорим перед всем народом. Поднимем настроение киевлян. Сошлись на втором. Команда начала усиленно готовиться. Ее назвали «Старт». И вот на улицах Киева появились яркие афиши. Футбол. Сборная вооруженных сил Германии Люфтваффе. Сборная города Киева. Старт. Стадион был переполнен. Половину трибун заняли немцы. Появилось высокое начальство. Сам комендант. Они были веселы и ждали удовольствия. Худшие места достались жителям Киева. На игру динамовцы вышли в красных футболках – цветах флага СССР, чем сильно разозлили немцев. Они выстрелились в центре поля и на немецкий возглас «Хель» ответили советским «Физкульт привет». Поединок начался. Динамовцы были истощены и слабы. Откормленные немецкие футболисты играли откровенно грубо, но судья ничего не замечал. Окупанты на трибунах ликовали, когда в ворота киевлян был забит первый гол. Вторая половина стадиона грустно молчала. И здесь в футболе захватчики нас побеждают. Тогда динамовцы взялись за дело. Их охватила злость. Неизвестно откуда появились силы. Они стали переигрывать немцев. Сначала забили один мяч, а после очередной удачной комбинации вышли вперед в счете. Теперь разочарованно затихли немецкие трибуны, а советские зрители обнимались и кричали «Ура! Немцев бьют!». Это «Немцев бьют!» уже выходило за пределы спорта. Фашисты засуетились, забегали перед трибунами, приказывали «Прекратить!» и стреляли в воздух. Закончился первый тайм. Команды ушли на отдых. В перерыве к динамовцам зашел офицер из ложи коменданта и очень вежливо сказал следующее. «Вы молодцы! Показали хороший футбол, и мы это оценили. Свою спортивную честь вы поддержали достойно, но теперь во втором тайме играйте спокойнее. Сами понимаете, вам предстоит проиграть. Это приказ. Если не проиграете, будете расстреляны!» Динамовцы молча выслушали и вышли на поле. Они играли как боги. И разбили соперников. Комендант со всеми офицерами покинул трибуну. Поле оцепили жандармы с собаками. И только киевляне, не подозревая, что речь идет о жизни или смерти, радовались от души. Судья преждевременно дал финальный свисток. Жандармы, не дожидаясь, пока футболисты зайдут в раздевалку, схватили динамовцев тут же на поле, посадили в закрытую машину и отвезли в Бабий Яр на расстрел. Подобного случая не знала история мирового футбола. У динамовцев не было другого оружия. Они превратили в оружие сам футбол, совершив настоящий подвиг. Спортсмены выигрывали, зная, что идут на смерть. И они пошли на это, чтобы отстоять честь и достоинство советского народа. Это очень грамотная легенда. В нее можно поверить абсолютно без задних мыслей, учитывая безграничную любовь советских людей к футболу и непревзойденным мастерам этой игры. Чего стоит, например, история с советским футболистом Эдуардом Стрельцовым, любимчиком зрителей и партийной номенклатуры. Стрельцов был асом советского футбола 50-х годов, в какой-то момент внезапно исчезнувшим из команды Тропеда и оказавшимся в тюрьме. По легенде, Стрельцова оболгали и подставили, заставив признаться в преступлении, которое он не совершал. В итоге, отбывая срок, футболист чуть не расстался с жизнью. Если вам интересно, о чем речь, смотрите отдельное специальное видео, которое мы подготовили на эту тему и выложили на нашем Патреоне. Ссылка на Патреон в подсказке, описании и первом комментарии. Заходите, там у нас еще много интересных видео, которые нигде не публикуются. Трагическая история про матч смерти шлифовалась годами, пока не приобрела нужный тогдашний парт в номенклатуре вид. Впервые о гибели динамовцев написал буквально через 10 дней после освобождения Киева от нацистов журналист газеты «Известия». Очередная публикация на эту тему появилась 17 ноября в газете «Киевская правда» под заголовком «В сырецком концлагере», где опять же автор публикации рассказал о динамовцах, отметив, что футболистов оккупанты расстреляли за выигранный у немцев матч. Следующий в свою долю в творение легенды внес советский писатель Северов. В своей статье «Последний тайм» в газете «Советская Украина» он впервые доносит до читателя якобы разговор с киевскими футболистами начальника концлагеря Радомского, который приказывает им проиграть. Параллельно с Северовым о событиях августа 1942 года в своей повести «Динамовцы» рассказал жителям Забайкалья писатель Александр Борщаговский. Позже он был вызван в Москву, где комитет кинематографии предложил написать на эту тему киносценарий. Как видим, еще в ходе войны были заложены основы будущей легенды. На новый виток раскрутки эта история вышла после завершенной публикации киноповести Борщаговского, опубликованной в 1946 году под названием «Матч смерти». Новый толчок мифологизации произошел в 1957 году, когда в издательстве «Физкультура и спорт» вышла повесть Северова в соавторстве с Наумовым под названием «Последний поединок». Эта книга имела большой успех среди читателей, буквально заваливших автора своими письмами с вопросами. Как же увековечена память героев-футболистов в Киеве? Футболисты стали кумирами молодежи, все хотели походить на них и готовились, как и они, к подвигу во имя Отечества. Через три года после выхода книги «Последний поединок» на студии Мосфильм вышел в прокат художественный фильм по сценарию Борщаговского. Кинофильм назвали «Философский. Третий тайм». Выпуская в прокат кино, советские власти, видимо, помнили наставление Ленина о том, что кино является важнейшим из искусств, коллективным пропагандистом и агитатором народа. Если книги и газетные материалы читали не все, то фильм ежедневно доносил правду о матче смерти, в кавычках, конечно же, до жителей самых отдаленных уголков Советского Союза. Картина десятилетиями крутилась на экранах городских кинотеатров и сельских клубов, выполняя свою пропагандистскую роль. Так был сформирован крепкий миф, живущий до сих пор. Но что же произошло в Киеве летом 1942 года на самом деле? История не менее интересная. До войны «Динамо» не было флагманом советского футбола. В чемпионате 1938 года киевляне заняли четвертое место, а затем были два сезона, когда они становились восьмыми. Восьмым «Динамо» шло и в чемпионате 1941 года, который прервала война. Вместе с началом войны футболисты «Динамо» были мобилизированы. Часть зачислена в ряды истребительного батальона Киевского укрепрайона. Кто-то отправился помогать милиции, а некоторые были эвакуированы. К моменту захвата Киева немало игроков попали в плен и пребывали в бойерском лагере. Об этом узнали редактор газеты «Новое украинское слово» Константин Штеппа и заведующий секцией физкультуры Киева Дубянский. Они подали прошение главе киевской управы Александру Оглобину и футболистов освободили под расписку о лояльности к немецкой власти. Бои за Киев закончились, и в городе начала понемногу восстанавливаться обычная жизнь. Среди прочего вернулся интерес к футболу. На базе хлебозавода номер один создали команду «Старт». Начальник завода однажды встретил на рынке экс-фраторя «Динамо» Николая Трусевича, который продавал на базаре самодельные зажигалки. Он предложил тому устроиться на завод и получил согласие. Вслед за Николаем там появились и другие бывшие футболисты. За «Динамо» кроме Трусевича ранее играли Иван Клеменко и Павел Комаров. Еще двое – Лев Гундарев и Михаил Мельник в 1941-м числились в дубле киевлян, но не провели там ни одного матча. Владимир Балакин и Василий Сухарев до войны защищали цвета киевского локомотива. Макар Гончаренко выступал за «Одесский Спартак», а Михаил Сверидовский и Михаил Путистин были тренерами. Вскоре хлебозавод официально зарегистрировал команду и дал футболистам возможность тренироваться дважды в неделю. Вместе с профессионалами в команду вошли полицейские, охранник, повар и другие нефутбольные люди. В июне 1942-го немецкие власти одобрили идею проведения футбольных игр в городе. Да-да-да, матчей было несколько, а не только пресловутый «Матч смерти». Какие же матчи сыграл Старт? С 21 июня по 26 июля Старт провел 6 матчей и во всех победил. Сборная венгерского гарнизона была обыграна со счетом 6-2. Сборная немецкой артиллерийской части 7-1. Украинская команда «Спорт» 8-2. Немецкая сборная железной дороги 6-0. Венгерская часть «МСГ Волл» 5-1. Сборная венгерских частей «Джи Кейс Зеро» 3-2. А 6 августа состоялся первый поединок между Стартом и немецким «Флакальфом». В состав немецкой команды входили рядовые и офицеры из противовоздушных войск и персонал киевского аэродрома. Старт победил 5-1. И через три дня, 9 августа, команды снова собрались. Немцы хотели взять реванш. И в этот раз выставили усиленный состав. «Флакальф» открыл счет, но к перерыву выигрывала украинская команда 3-1. Во втором тайме счет сравнялся, однако в концовке Старт все же добыл победу. 5-3. После игры команды сфотографировались и разошлись. Игроки Старта вечером даже отпраздновали победу в раздевалке, но больше с немецкими командами они не играли. Соответствующий запрет наложил штат-комиссар Киева Фридрик Рогауш. Через неделю Старт сыграл еще один матч, который оказался для команды последним. Украинское спортивное общество «Рух» было разгромлено со счетом 8-0. Далее произошло следующее. 18 августа футболисты хлебозавода были арестованы. Основные их версии ареста две. Подозрения в связях с Народным комиссариатом внутренних дел, НКВД. И подозрения в диверсиях. Якобы игроки подбрасывали стекло в муку, из которой для немцев пекли хлеб. Балакин, Гончаренко, Клименко, Комаров, Кузьменко, Путистин, Сверидовский, Трусевич и Тютчев оказались в гестапо, а через месяц в Сырецком концлагере. Последним был арестован Коротких, у которого нашли фото в форуме советских спецслужб. И именно он ушел из жизни первым. Во время пыток в гестапо у него случился сердечный приступ. Уже зимой 1943 года были расстреляны Трусевич, Кузьменко и Клименко. По одной из версий, собака начальника концлагеря напала на отряд рабочих и получила лопатой по голове. Начальник заставил рабочих рассчитаться на первый и второй, и расстрелял половину из них. Второй вариант похожий. Родственники узнали, где будут работать заключенные, и спрятали там еду. Собака учуяла запах, а когда заключенные попытались ее отогнать, начальник концлагеря принял это за бунт и приказал расстрелять каждого третьего. Трусевичу повезло, ему не достался роковой третий номер. Но удача отвернулась от него очень быстро. Он приподнялся посмотреть, все ли в порядке, и тоже получил пулю. Как видим, миф о том, что футболисты были расстреляны в день футбольного матча из-за того, что обыграли немцев, не соответствует действительности. К слову, этим мифом даже заинтересовались в Германии. Немцы не могли себе представить, чтобы игроков расстреляли после поражения на футбольном поле. В 1974 году дело о матче смерти было возбуждено прокуратурой Гамбурга. Расследование продолжалось 30 лет. В заключении прокурора Йохина Кульмана говорилось, настоящую причину ареста футболистов установить не удалось. Футболисты Трусевич, Кузьменко и Клименко расстреляны вместе с другими узниками в Сырецком концлагере по приказу начальника лагеря Пауля Радомского весной 1943 года, спустя большой промежуток времени после игры 9 августа 1942 года. Возможно, что поводом для массового расстрела узников в Сырецком лагере была попытка покушения на шефа гестапо. Однако точных данных об этом нет. Парадоксально, но когда этот миф уже был развенчан, в России в 2012 году сняли фильм «Матч» с Безруковым в главной роли. Впрочем, это фильм не про футбол, а про украинофобию, и он плотно набит антиукраинскими штампами. Ничего удивительного в этом нет, правда? Российская Федерация, как правило, популяризирует любые выгодные ей и самые бородатые мифы, помогающие Кремлю проводить свою агрессивную политику во всем мире, и в особенности на постсоветском пространстве. Все это мы хорошо видим все эти годы, когда Россия, активно используя мифы и ложь, несет горе и смерть народам, которые пытаются покорить. Впрочем, сколько веревочки не видится, конец обязательно наступит. Россия непременно захлебнется своей ложью. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии. Не забывайте поддерживать автора на платформе Patreon и BainiCoffee. Но самое главное – отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры сделал DimaTorzok